Привет, друзья, с вами Ваймс, и это снова Path of Exile, Коспри Ассасин, ужас Коспри, на прошлом стриме такого не было, ну в общем да, между стримами я побегал еще немного Акведук, я допробежал 9-й акт и 10-й акт, я прошел лабиринт, перейти, взял вот этот вот поинт, потому что мувмент, спид и все такое, и бонусный урон по боссам. И в общем да, мне из сюжета осталось только китаву пнуть, так что пошли пнем китаву и поедем на карты. Также я доделал все квесты на скиллпоинты, которые нашел, может быть не абсолютно все квесты на скиллпоинты, это надо будет посмотреть после китавы. В общем да, Коспри, Старкония, заенчантилась на абсолютно не то что нужно, табула скорее всего у меня надолго останется, кроме этого какой-то трэшевый щит с резистами, какие-то там трэшевые кольца с резистами, ну кстати меткость, куча дексы, не настолько трэшевая, но это более трэшевая жизнь и чуть-чуть фаерреза. Какой-то трэшевый амулет с кучей дексы и кучей жизни, сапоги с мувспидом и резистами немножко жизни, пояс, опять же чуть-чуть хп, перчатки чуть-чуть хп, и в общем как-то так. Нужен еще один Коспри, но зачем? Ну и в общем да, как-то так. В Коспри у меня вставлены Фростболт, Нова и Лайфлич. Сюда у меня вставлены в принципе тоже что и было, Циклон, Кастон Крит, Крит Шанс, Айс Нова. Элифокус я вставил вместо Айсбайта, потому что он не особо помогает, и Гипотермия. Гипотермия дает бонус по подмороженным, Элифокус не дает подмораживать, но при этом у меня есть еще одна из новых Фростболт в Коспри, которые вполне морозят. Это визуальный эффект чего-то подо мной, это аура из сундуков, которые были в прошлой лиге, из каких-то сундуков, короче. Ну в общем пока что не на картах, оно работает вполне шикарно. Посмотрим как оно будет работать на картах. Ну, на всяких первых вторых тирах примерно так же наверное. Окей. Harbinger 1995, спасибо за подписку. Twitch Prime 9 месяцев. Оказывается, что это за кнопку нужно нажать проверить. А это опять наркоманство твича, что он типа, когда проплачиваешь подписку, выдает это сообщение, и потом еще через там полмесяца позволяет еще раз выдать это сообщение. Кнопкой. Или нет. Потому что как-то оно немножко через жопу сделано в этом плане. Ну да ладно. Ой, Мвезлер. Мвезлер вселить в кого-нибудь. Чувак, там полно урарников. О, он вселился. Мвезлер дропает орбы. Орбы это хорошо. Ну, окей. Вообще, пока я в Акведуте качался, я выполнил челлендж разморозить там 150 или сколько мобов максимум. В общем, разморозить максимум мобов. И почти выполнил челлендж, который разморозит всех мобов. Вот это вот, короче. Разморозить всех мобов и все сундуки следующих фракций. Типа всех мобов вообще. И все, кроме Мирокесов, потому что они там не спавнятся. Так что, в принципе, клейр спид есть. Но, правда, с другой стороны, там еще фишка в том, что в Акведуте эти мобы спавнятся немножко странно. Что иногда разморозить всех мобов, это там, не знаю, 20 мобов. У вас его каскад не лучше, он вроде от физы скейлиться, но физы у меня особо нет. И негде ее особо брать. Разве что Хейтрид будет лучше работать. Ну, тут еще фишка в том, что новый детонирует на фрестболтах. Хрень, зачем ты во время Монолита спавнишься? Хотя это абсолютно неважно, потому что хрень спавнится и сразу же умирает. Табло будет до конца или будет заменена на шестеринг, но если я найду где-то шестеринг подходящий. Ну, а так пока что будет табло, потому что шестеринг этому билду нужен. Вообще, чего такого можно убить у Браудера в табле? Не проблема. Окей, хаку вообще нафиг не нужен, на самом деле. Я не знаю. О, он дроплит с корабля, хорошо. На самом деле, я уже открыл все нужное мне в этих модах, вроде бы. И все нужное мне, это сила плюс качество в основном. Так что, особо нет смысла бегать в синдикат. Но хотя бы он эффект бутылок. Эффект бутылок, это неплохо. А как же модно, с шансом поевой физурон? Проблема в том, что он заменяет обычный физурон. А у меня есть очень хороший топор, на котором уже есть физурон. Так что туда нет как-то смысла этот с шансом поевой физурон вешать. Чарджин амболет открыл? Нет, но... Надо ли оно? Ну или нет, какие-то вроде бы открыл. Китава почему-то такой медленный. Бегай, там есть крутые моды на минус манокост и минимум чарджей. Проблема в том, что эти моды... Как бы... Чтобы их использовать, нужно, чтобы было, куда их ставить. Потому что, когда мне нужны всякие резисты на всем, там, особенно, это меню чарджей не повесишь никуда. А можно врагов? Нет, можно убить меня, нахрен. Потому что бутылок нет, врагов нет, чтобы заряжать бутылки. Классно. Хорошие боссы. А можно анимации? Не, нельзя. Нельзя. Ну тоже классно. Совсем хорошие боссы. Босс стоит без анимации, я умираю. Еще нагладим циклон не пересел. Чуть-чуть пересел. Попробовать. Не, но, в принципе, комфортно. Но не знаю. Так, все ли у меня пассивки? Ноль от бандитов, но это нормально. Да, все у меня пассивки. И этой пассивкой я возьму фазовую акробатику. И это хорошо. А в плане скилл 3, как-то так. Наверное, дальше я еду в хп сюда. Потому что хп нужно. А урон больше особо негде брать. Здесь? Чуть. И может быть здесь крит шанс и меткость. Наверное, не помешает. И может быть я бы хотел взять вот этот вот поинт. Если я возьму этот поинт, то мне не ближе будет с этой стороны до жизни. Потому что с этой стороны раз, два, три, четыре, пять поинтов. С этой стороны раз, два, три, четыре, пять поинтов. Но при этом тут реген. И ничего больше полезного. А тут сокет. Но ведь меткость же не нужна. Но у меня 85% шанс подания сейчас. То есть то кольцо взять и будет примерно кап. Ну, не примерно кап, потому что кап сейчас нет. Или что-то типа того. Это не лучше моих. По сути нет. По сути это примерно так же. Если поменять мод на резист, то будет два резиста. Но на свои я тоже могу закрафтить резист. Не, не могу, кстати. Так что это в принципе лучше моих. Но вы джавел не смотрел, как на этом чаре скил у меня? Это, кстати, нет. Надо глянуть. Джавел, где ты? Джавел, вот ты. Потому что на том чаре это нижняя половина скил 3, на этом чаре это верхняя половина скил 3. А физдамаг получать как огонь. Плюс сила. Плюс миличный урон. Плюс станд трешвелд. Броня. Лайф леч атаками. Игнайты дамажат быстрее. Стандюрейшн. Сила. Макс лайф. Туда не достает. Лайф реген. Эффект фортифая. Макс лайф. Сила. Ну не, она все равно дает сплошную там броню, тотемы, сила, реген, огонь. Так что особого смысла, наверное, нет. И тут она не дотягивается до этой пассивки. А тут она дотягивается до майного арматора. И тоже. То же самое, что он и там менял. Что блоки удвоены, но получаешь от них 50% урона. Она все крупные пассивки так меняет. Но так неинтересно. Взять лайф леча можно дропить линк. А лайф леча от спелов нет в игре. Не на камне. Точнее есть, но там по 0,2% или что-то типа того. Нормального лайф леча от спелов нет в игре не на камне. Там атаки же. Ну а атаки мне абсолютно пофиг. Мне нужен лайф леча от спелов. Потому что я дамажу спелами. Так, у меня резист сейчас как? У меня резист сейчас 35. Это как-то нехорошо. А, и у меня нет хаосов. Это, кстати, тоже проблема. Потому что я открыл. Я открыл вот этот вот суффикс, который 4 хаоса стоит. И я его реролил, реролил и все такое. Пытался заролить на топоре 18. Не получилось, но хаосы кончились. Так что пока что придется. 28 фаер резиста взять. Во. Наверное, это кольцо можно легко поменять. Потому что оно мне не дает никаких статов. Так что просто найти кольцо с фаер резом и жизнью. Пусть там будет меньше жизни. Фаер и лайтнинг мне нужны. Может быть, у меня даже есть что-то. Тут фаер и лайтнинг. Но нет хп. Тут фаер, колд и лайтнинг. И нет хп. Но есть декс и физдамаг. Но это как-то пофиг. Тут 7 фаера. Это как-то не очень подходит. Тут все резисты, но нет хп. Такой я не могу использовать, к сожалению. Где-то у меня еще было здесь кольца. Да, здесь куча колец. Фаер, колд и лайтнинг, но нет хп. И все. Проще всего, наверное, просто купить кольцо с фаер резом и... Что-то попытаться с ним сделать. Но альтерацию у меня тоже нифига нет. Докрафтить хп на кольцо. Лучше было бы найти уже с резистом и с хорошим хп. И докрафтить либо второй резист, либо еще что-нибудь такое. Потому что хп на кольцо крафтить, это, опять же, хаосы нужны. И там не очень много получается. Тут вообще не предлагают. Мы делаем это для свободы. Ну вот, 72 хп. Плюс абсолютно... Ну хотя это даже не абсолютно трэшевые статы, а меткость. И докрафтить фаер и лайтнинг. Твойной резист. И будет как раз хорошо. В городе с людьми можно трейдить? Мммм... Теории нет. Фаер и лайтнинг. Тринадцать вполне хватит. Во, капрезов есть. Три с половиной тысячи хп есть. Можно ехать на карты. А Азану мне даст одну карту, правильно? Или она только в первый раз дает? Наверное, только в первый раз. Каждый раз должна. Ну сейчас посмотрим. Это же квест. Ну как бы убер эудер, это тоже квест. Типа там эудер на каждом террикард убивать. Так что не, не дает. Ну тогда можно взять даже не ты один, а что-нибудь типа... Типа чего? Во. Классеры. И поехали фармить. Так. Вроде рефлекта нет. Тут вау новую нужна же. Ну, вау нового у меня нет. Вроде бы. У меня есть обычный новый кастом крит. Чувак, почему ты не умер? Э, можно я буду лендешить туда, куда я кликаю, а не на месте? Возможно, нет. Что за хрень под ногами? Эффект ауры из прошлой лиги или типа того. Из сундуков прошлой лиги. О, тут были даже темпуары. У тебя и так он крепляет там? Ммм, кстати, да. Но он только от критов, я все-таки... Хмм. Ну не, я не каждый раз критую. Особенно спелыми. Я каждый раз кастую спелы, когда я критую атакой. Но это не значит, что спелы должны критовать. Так что, если у меня достаточно урона на этих спелах, чтобы себя ваншотить, то как бы... Как бы да. Что это такое? Ммм. Нужно взять. Ке у них тебе нужны? Ммм. Хрен его знает, кстати. Трудник, какие особо не нужны. А по идее, амулет Тула хорош, но я не уверен, чем именно. Вот, мобы кончились. И карта опы немного кончаются. Когда фэшн будет, но и так хороший фэшн. Ну, рип нормальный монолит, потому что тут странный форт. Почему они рядом спавнятся? Почему они могут рядом спавнится? Какое тело идеально использовать? Ммм. Хрен знает. Каркас? Наверное. Чтоб больше, а у я. Или броновская на этот. Думаю, в спид. Ну, или, да, лор вив. На дефенс. Ладно, чуваки. Дрополь поясов трэшевых. Ну, вот, кстати, какой-то удавный рекавери мне не помешает, наверное. А, чуваки, зачем вы тут вылезаете? О, кстати, это же эти, вратевские. У меня будет их эмблема. Может быть. У меня там типа девяно... А, скорбей. У меня там типа девяносто шаль, четырёх кусков или девяносто четыре. Но, может быть, у меня не будет их эмблем, потому что они нифига не дропают кусочки. Серьёзно, кусочки, где вы? Ну, ладно. Настой левел где-то когда-то был. Ммм, я всё-таки поеду в эту сторону. Потому что там джавел. Круль вен. Мне бы где-то взять ещё до хрена муф спида. Но как бы негде. Блин, можно Хаку и Лео вообще убрать? Они даже не предлагают придавать. Они предлагают только уровень повышать всем. Не хочу им повышать уровень, я хочу их убрать нахрен. Так. Редкость. Редкость это хорошо. Ну или нет. Оготь. Который не жмётся. Каспида Аркентердж. Или Бладрейджи Скорость Атаки. Не знаю, и то, и другое, наверное, норм. Но и то, и другое. Нет особого смысла. Ну как бы, мне некуда это крафтить в любом случае. Так. босс почему ты так долго спавнишься почему-то ничего не дробаешь ок ну на ледниках конечно приятно льон убивать но дроп с него примерно такой же как не на ледниках так что не знаю тут разве что сама карта чуть удобнее ну и каждый раз форт это ни хрена неудобнее я ненавижу синдикат вот уратишь на зачем они сделали чуваков которые столько говорят и столько говорят одновременно по пять чуваков сразу и каждый из них по две фразы сразу и почему вообще синдикат настолько криво и через жопу сделанная лига что вот и убил чуваков которые к тебе пришли сиди разбираю лут 40 минут и то что тебя другие мобы убивают в этот момент это не наши проблемы и то что у тебя бафы отваливаются тоже не наши проблемы физика и хаос ок почему не изучаешь приложение twitch которые показывают предметы и линки на стриме потому что я задолбаюсь его включать выключать перед каждым стримом а потому что когда я стримлю какой-нибудь там не знаю бордер венс и на экране висит мой шмот из поя это как-то странно а я случайно выключил ауру что стенями происходит можно больше видосов оборудоваться ну условно можно больше видосов оборудоваться ну условно хорошо инкубатор ура вообще на самом деле мне слегка нужно собирать хаос рецепта на удивление так что всякие перчатки шлемы и все такое стоит убирать зачем ты трясешь экран надо а 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 синдикаты и зачем вы в игре и почему у вас нет мобов почему мне не предлагают убрать хаку я не хотел выходить почему этот портал там он обычно где-то в углу комнаты они прямо рядом с джон ок Я намеренно не беру ничего, где написано фокус. Потому что это самая идиотская механика синдикатовской... Ну, не, вся синдикатовская лига. Это самая идиотская механика синдикатовской лиги. Но фокус это особенно самая идиотская механика синдикатовской лиги. А можно мне босса? А можно мне место? А можно мне инвентарь, который сортируется более нормально? Там челлендж есть открыть 50 рецептов синдиката, так что лучше брать закрытый, а он у меня не выполнен еще. Он в чем-то или он отдельно? Наверное, не в энкаунтрах. Так что, видимо, выполнен. В гринде? Безусловно. Не, не похоже. Но в любом случае, гринд я выполнять не собираюсь. Играл во что-то из серии с акцией. Так что, не могу ничего сказать. Так что, не могу ничего сказать. Не, не. Не, не за баллы. Безусловно. Не, не. А, блядь. Ага. дисциплина норм что ничего сделать и сэндрэйн просто не хочу но как бы первым чаром я хотел милишника потом я выпал костю сэндрэйн через кос при как-то не очень делается есть у меня вообще рапте у тебя они у меня точно есть на другом чаре на перри заходить ли они так что их будет не зря это и и и и и и и Ок. Ну, ледники дропаются понемногу. Так что какое-то время я тут еще буду сидеть. Как ты думаешь, было бы лучше, если бы вы увидите локации, было бы меньше, сейчас сами локации не настолько широкие, но было бы больше интересных врагов, с которыми было бы интересно сражаться. По мне, наоборот, было бы лучше, если бы лабиринт был более лабиринтом. Типа там больше локаций, больше развилок, больше тупиков, которые не сразу ясно, что тупики. Ну и больше всего интересно в этих тупиках. Мобы абсолютно пофиг. Но сейчас это не лабиринт, сейчас это, блин, коридор с парой мелких ответвлений, в которые ты все равно не заходишь, потому что ты сразу знаешь, что там тупиковые ответвления, у них ничего нет. А можно мне когда-нибудь не короев против аулов, а что-нибудь другое? Субтитры сделал DimaTorzok на шлем с энчантом. Кстати, я чуть-чуть протестил на другом чаре все-таки. То, что у меня броня там не юзается из-за брингера, в нее можно засовывать инкубаторы, они работают. Аргус, кстати, архидоратский босс. Проблема GGG в том, что у них, похоже, есть там, не знаю, один человек, который делает нормальных боссов, и пять человек, которые делают убогих боссов. И этот один человек, который делает нормальных, после него все равно те пять доделывают. Потому что, типа, даже хорошие боссы, у них какое-нибудь говно обязательно есть. Типа, не знаю, Элдер с его заморозкой. Абсолютно идиотской. Или, типа, Инессенса с его тремя фазами с миньонами, которые ты стоишь и нифига не делаешь. Что, у Шейпера? Комбы из Буллит Хева? Когда у него еще проджекти по всему экрану, который тебя ваншотит, а он уже кастует лазер в тебя. Ну или не лазер, а еще что-нибудь. Ну и тот факт, что его эти шары, которые ауешки оставляют, они спавнятся во время Буллит Хева и прилетают. Фазы с миньонами для зарядки бутылок. Проблема в том, что они не заряжают бутылки нормально. Ну хотя, у разных боссов по-разному, но у половины боссов, там, у китавы его фазы с миньонами, когда его нельзя дамажить, а миньоны прилетают. Ну я, кстати, так не прошел этот храм. Надо бы сходить. Когда, типа, китава становится неуязвимым, и у него прилетают два бомжа. Эти два бомжа не дают бутылке. В том плане, что они их, конечно, дают по одному заряду. Но этого не хватит. Ну у Эносанса, может быть, можно считать, что его фазы с миньонами для зарядки бутылок. Но там такой босс, что бутылки там не нужны. Потому что там все честно и адекватно сделано. Что от всего можно увернуться без проблем. Если иметь хоть сколько-то прямые руки. Вот так, да. убирай шейпер убивают на скилле выбирать зеритажа а проблема убера в том что у него есть замораживающая атака с которой ты ничего не сделаешь хоть какой у тебя скилл то есть его убивают на скилле если джага играть или если спаде колома носить потому что иначе он тебя кастует заморозку и добивает и абсолютно ничего с этим не сделать до мне вообще ох ты виспус 5 это надо это тоже наверно остальное пофиг гифт можно у инсенса в фазе с миньонами больше всего бесит кучу про 7 часов ну да и и тот факт что у него этих фаз миньонами больше чем мне не больше чем самих фазе инэсенса но но фазы с миньонами занимают 90 процентов боя спать и ремонт которым я нужен был на предыдущей карте акта мне ничего не могу сделать а мне ничего не могу сделать тут еще один сторож рум почему она так почему может два сторож рума заспавнить ясно а можно пожертвовать у них на нет особого смысла волк наверное нужно заглянуть брайна ротовский спаде не нужны чтобы увеличивать количество тотемов нужен камень или скилл да нужен камень или скилл ну или шмотка но хаос и хаос шарды хорошо а вот это важно мне ими нужно топор ролить топор кстати не только хаосами нужно ролить а нужно еще туда пару экзалутов потом кинуть ну или не потом так что же надо будет заняться было бы лучше если бы добыча добывалась более естественным путем в разоритовой шахте лут не просто падает из воздуха как завершил сражение от боевой с каких-нибудь сундуков там подразумевается что это лут из мобов просто если бы он из мобов падал во время шахты то это как-то неудобный и и ты репаешься пока его подбираешь потому что тьма про таши ты на совет за мультикрафтом ходил не она мне не нужен мультикрафт сейчас у меня и так отличный топор на который не особенно получится закрафт что-то что-то кроме того что что туда уже закрафчено мак Чуть-чуть спринтеров, хорошо. И все, тут не должно быть еще одного сундука. Вроде же их по три за левел. Ясно. А-а-а, это полезно. Настолько, что я даже подбирать не буду. Ну, сейчас будет еще немножко спринтеров туловских. Блин, амулет, дропните туловский. Вообще, если у меня есть сяптуловский, то можно туда, наверное, сходить. Там и амулет может выпасть. Я в грейдил-ка. Еще что-нибудь хорошее. Смогу ли я тула пройти этим чаром? Другим точно смогу. Этим не уверен, что ДПС хватит. Так, ну ладно. Старл 7, спасибо за подписку. 28 месяцев. Тоже взял киберпанк или предзаказы зло даже в таком случае. Не взял, но, не знаю, предзаказы зло в любом случае. А не то чтобы зло, но смысл. Когда там за пару дней до релиза и можно его скачать, это одно. Когда я просто сейчас плачу кучу денег, чтобы там через 5 месяцев или когда он выйдет. Я понятия не имею, когда он выходит. А когда он выйдет, он мне сразу был доступен. Смысл. По-моему, его нет. Плюшки же. В них в большинстве случаев тоже нет. Особого смысла. Так, ну ладно. Плюшки же. можно не спавнить тут синдикат каждый раз от вас пригласил раздел не это не собираюсь я не настолько наркоман чтобы 24 на 7 фармить т2 карту допустим два карта обелиска обелиск на это два карта до увлекательный геймплей черти зачем вы в крепости но хотя у них тут армия в крепости вполне логично получается кору и осаждают крепость кого-то там или кто-то там осаждают крепость король кто-то осаждает крепость кого 20 7 фармить одну и ту же тошна от карту лучше было бы нет лучше фармить разные поливальные карты на которых меня может что-то убить на которых есть что-то интересно на которых падает шмот какой-то они только кусочки стабилисков короче не я на этих ледниках пока у меня не будет там не знаю 7 7 8 уровень пока я не смогу адекватно пойти на какие-нибудь 10 девок почему ты здесь речи почему ты здесь можно всех переместись так все только одни перчатки какие-то трешевые синдикатов чима сборная пика выходит позже консоли потому что капком и слегка мадыки а и а и 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 туловский брич а как думаешь будет ли пока версия сборной адеквате в плане адекватнее чем консольная да естественно на консоли мх неиграбелем адекватнее чем просто world вряд ли но чему там быть особо адекватнее кроме даты релиза это новая часть монстр хантера что ли или аддон аддон который примерно по размеру как сама игра а 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 эпизодической системы он был бы лучше он он бы продался лучше как минимум серьезно обязательно 15 секунд тут ждать просто так а 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 в смысле не вроде бы я я точно видел трейлер с главе носом она я не знаю самый последний он или нет так есть тут еще есть еще как относится к серии сален хилл к серии не особо но по сути там что вторая третья может быть четвертая часть хорошие были а большая часть серии сален хилл это то что было после четвертой части и то что было полным трэшем а так я вообще играл во второй третий второй проходил третий забросил а но не особо помню что во втором было вообще а а но но и и и а Можно побольше сундуков и всяких особых чуваков, или еще чего-нибудь, что дропает кусочки. Или меня. Видите, показываю дом с баней, но... Тот факт, что баня — это новый хаб, это супер. Ну а так, да, видеофейли. Видел клон Д'Артист Д'Анджена в Embrace Code Soul? Видел в Стиме? Но не знаю. Как-то выглядит так себе, и в любом случае, клон Д'Артиста — это не особо то, что мне интересно. У Д'Артиста не настолько хороший геймплей, чтобы вакуанировать. А все остальное, что в нем хорошее, там атмосферу и все такое, я сомневаюсь, что кто-то сможет адекватно клонировать. Если на СССР навсегда, то почему не тратить человек за на крафт? Ну потому что нужно что-то куда их тратить. Но хотя топор у меня есть. Как относиться к пяти политике удаления его портов? Ну, Канами мудаки. А так, не знаю, я чуть-чуть видел геймплей, и... Ну, хора. Но то, что я видел в пяти, явно к Silent Hill никакого отношения не имеет. Примерно так же, как там демка седьмого Resident Evil не имеет никакого отношения к самому седьмому Resident Evil. Ну, она имеет немножко отношения к седьмому Resident Evil. Ну, в общем, никакого отношения к геймплею не имеет. Так, ну, ледники кончились. Куда дальше можно пойти? Куда-нибудь на Т5. Канал какого тира сейчас? Четвертого, но у меня их аж целых два. Тоже вариант. Некоторым такой геймплей нравится пошаговых боев. Его считают честнее такого, где беби геймплей. Ну, как бы пошаговые бои это одно. Дартист конкретно? Ну, не знаю. Почему я так просаживаюсь? Вроде рефлекта нет. Хотя поначалу было похоже. Очень боюсь за второй драйон. артистам придется очень стараться чтобы было интересно и не сделать плана им бы гринду брать уменьшить потому что по мне дартист примерно не выносим 70 процентов компании своей бегаешь одинаковые данжи чтобы собрать золото бумажек или еще чего-нибудь такого точнее сначала бегаешь кучу одинаковых данжи чтобы собрать золото потом бегаешь кучу таких же данжи чтобы собрать бумажек потом бегаешь кучу таких же данжи чтобы собрать бюстов не на если я когда-то буду переигрывать и перепроходить дартисту я себе с 4 бесконечный инвентарь это по-моему сделает игру значительно адекватнее чувак я лут смотрю не надо меня убивать сейсмическая ловушка на нет интересно если убрать из dd green то игра пройдет за полчаса но как бы по мне игра будет значительно адекватнее если она пройдется за 50 данжа не из 500 а ну но и 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 сколько норм скилл для рейнджера уже в братках 60 плюс к как и для мили ну как бы совсем норм не знаю 90 плюс чтобы не промахиваться но чтобы убирать арбалеты и брать луки наверное 60 плюс где-то как у мережников убирать копии и брать что-то более адекватно но это не знаю 60 я бы убирал копии брал мечи и цепы и 70 плюс я выбрал уже полноценное оружие которое не имеет никаких бонус и а сейчас на совет так попаду а 30 мув спиды еще мув спид и еще резисты но не знаю может быть сколько дпс на подсказке понятия не имею 7000 это каст он крит тут подсказка абсолютно ни о чем не говорит я лишь отхожу с дубинками мечами с мечами да норм потому что у них там плюс 10 процентов шанс падания с дубинками но не знаю у них ни бонусов ни нормального урона по моему так что я бы с ними вообще очень ситуационно ходил для станов и подобных вещей пинки треш не но одноручные станет двуручные станет и вешают да из типа ошламляют или что-то такое что понижение урона но наверное одного чувака с дубинкой вполне хватит на пати и наверное с двуручный может быть там на какие-то конкретные битвы менять на одноручь чтобы двух можно было станет сразу так как бы пока что у меня тактика что совсем поначалу поначалу в плане несколько левельных чаров то есть даже если я не поначалу игры на не у кого-то новый он там первого левого ски новым скиллом то это копья потому что бонус к попаданию потом со средним скиллом это со среднехреновым это мечи и цепы мечей бонус к попаданию цепы бонус к игнору счетов и к хедшотам и всему такому потом уже всякие тесачки двуручные мечи вручные топоры все еще цепы потому что хочу опять же игнор счетов полезно так что у меня пророчеством висперы королева и теперь еще ферл лорд будет какой то кусок ключа у меня или даже два каких-то ключа у меня уже есть не один но я не знаю какой это плеймо вроде бы или как он не не пойму короче кто который не здесь может быть лайма буквально не один физические такие элементальные поэ да но только на атаке от спевов не помогает туловский брич у меня кстати есть и наверное его пройду можно попробовать если что босса добить другим чаром до босса дойти точно получится так это не влезает по резистам но их можно доролить может быть но с другой стороны хп это отвалится так что не надо было пнуть кого-то чтобы левого взять но хотя левого у меня даст что десять декса и 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 Нет, чувак, зачем тебе все вытаскивать? Ладно, я пойду. Что-то кровать каких критых хп брать будешь вообще? Ммм, наверное. Надо посмотреть. Чувак, нет. О, он умер. А можно, о, пп мне установить немножко. Ну тут, наверное, уже хватит времени, чтобы оно доехало до конца. Хотя, может быть, и нет. Не да, потерять скотч. Вдать еще два раза в третьем порядке. Вдать еще три раза в неделю? Вдать еще три раза в неделю. Смотрим на новых мехов. Не хочешь проходить на видео? Я из старых не всех прошел. Игра надоедает не потому, что в ней мало мехов, а потому, что в ней мало всего остального. Но сейчас он точно доедет. М-м-м, крит. Кипая, да, наверное, надо будет взять потом. Но потом. Чувак, а можно не стоять в своем этом мелком бридже? Потому что я не хочу еще мобов. Они тут страшнее, чем сам босс. Нет, блин. Не доехал. Я уже ходил на катарину, да. А можно я буду по нему попадать хотя бы иногда? У меня нет бутылок, потому что я их все потратил. Да. Ладно, тогда... Тогда в жопу. Почему он настолько живучий? Объясните мне, кто-нибудь. Это странный тул с милицатого уровня. Почему он умирает примерно с той же скоростью, что шейпер? Да. Почему он умирает? Я не знаю. у тебя шары на куче стоят не думал вынуть еще один камень и всунуть эту связку айснову а прост болт айснова на кастом крит на самом только айснова но с дамагом и мне норм куда еще пойти а то вы всякие а а а и и и и и и и и очень снова докачается не докачается на на плюс один уровень качается да кстати наверное тоже имеет смысл вместо мдш поставить липсом или что-нибудь подобное чтобы против и прокать это выживаемость повысить и нет форте файф циклон засунуть не предлагать сегодня будет видео по бата образа сня сегодня будет может быть завтра а а а а а чё там хайлевель не коробочный камень этим двадцать один двадцать три а а а а а а а а а но а а а но а вот а Скоро кончится место в сундуке и придется это разбирать. Продолжение следует... Чувак, зачем ты выезжал? Ах, он не чувак, он колесо. Вот еще бьет. Чулы-то-то зачем ему? И ему... Слишком много саллитров на одной карте. В одном монолите. 23% зомби. Абсолютно бессмысленны. Ну ладно. Господи, наверное, имеет смысл подобрать. Абсолютно бессмысленно. Ну вот я заморозил... Заморозил тотем. Почему я сначала хотел сказать заморозил кудуку. Хотя это явно не кудуку. Вообще, может быть, уже чуть-чуть разобрать. Так, во-первых, я зря выложил... Вот это. Во-вторых, может быть, уже чуть-чуть разобрать в плане хаос рецептов, которые я тут немного собираю. Типа... Мне нужны перчатки и броню. Если у меня здесь вообще желтая броня, вот броня. Вот перчатки. Два хаоса. И больше у меня тут брони нет. Ну ладно, шестьсотки-то, по крайней мере, стоит продать. Это Shadows and Dust? Нет, это Surbinders. Да. Shadows and Dust не должны были там выпустить, вроде бы. Ну ладно. Это всё трэш. Ок. Так, собирать броню. И не выключать ауры рандомно. Когда стоит идти в Уберлабу? Наверное, 4000 хп хотя бы накопить. Лучше больше. Дальше. Да. Уберем слои. Не выключимся, блин. Убери. Убери. Немезисы. Надо пособирать инкубатор и потом посмотреть, что я могу им инкубировать. Эээ, почему оно так подсвечено, если это трешевая база, не трешевая база, а трешевая коготь, в принципе. Или типа на этой базе есть что-то хорошее. Так, подсвечиваются уники, которые улучшаются пророчеством. По-моему, эта хрень не улучшается пророчеством, но ладно. Вроде бы поменяли спешку от легиона. Ну, кстати, может быть, потому что вроде бы у него не было столько урона. Так что может быть. Так, ладно, это сюда, это сюда. Абиссо Край был? Вроде бы. Физдамаг, физлич. Баф эффект и уменьшенный гаудаун криков. Эээ. Так, это броня Краба. Остальное треш. Ну, хотя броня Краба, конечно же, тоже треш. Абиссо Краба. Абиссо Краба. Абиссо Краба. Зачем тебе обеспокоить, если я остался на иммун к рефлекту? Мне он абсолютно незачем. Я никогда не говорил, что он мне зачем-то. Ну, и иммун к рефлекту только при Критах. У меня как бы не стопроцентный Крит-шанс. И ни у кого не стопроцентный Крит-шанс. Если ты себя ваншотишь, то 99% Крит-шанса не хватит. Чувак, почему ты такой живучий? Вообще-то теперь можно стопроцентный Крит-шанс. Сразу же, не только мяткость. А, нет, так не влезет. Ладно, рип-транспортация. И Крит-тоже. Ну, тогда ладно. Тогда у кого-то стопроцентный Крит-шанс. Но явно не у меня. Господи, перчатки. Хотя, наверное, не эти базы. Типа так. Шлем абсолютно любой. Сейчас выяснится, что шлемов тоже нет. Какой-то жазу. Надо еще и пушки со щитами подбирать, стрэшевые. Потому что этот щит... Ну, ладно. Я бы себя опознал. Ок. Как патч-нау, ты считаешь? Примерно никак. Окей, куда дальше? Атолы, вроде бы, кончились. Подводное море за охимками. КОНЕЦ мне бы вообще в эту сторону протестовские чуваки которые по большей части за стеной класс хороший спаун лига просто шикарно работает закрытых помещениях что все нужные мобы спавниться за стеной от тебя и к ним не пройти вообще никак за эти 10 секунд у меня там так не открылся но вроде как уже класс считание экрана сейчас реальность на троне убить у граутера понятия не имею когда я в прошлый раз играла с андрейным убираю дар не было чувак можно не учесть что-то еще за моды на карте кроме бион до меня ваншотят настолько да вроде ничего кстати на урон плюс меткость но кстати да плюс меткость и минус дочь и плюс хаст который не хочет умирать есть что-то чем нереально в игре уберу удар убить она как бы обычно когда такое спрашивают подразумевается не реально ли в принципе а реально ли не вкладывая 15 миров билд короче не пойду в сторону хаста мне нужно больше сингл таргета но его брать негде кроме как прокачать камней так что его у меня не будет в ближайшее время а Продолжение следует... 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 Когда никто не будет фармить жоутые карты, слабые игроки будут ущемлены еще сильнее. Ну и норм. Как бы сейчас никто не фармит ничего, кроме Т2 карт. Когда самый эффективный способ игры это сидеть на низколевальном говне и фармить его, это как-то не очень эффективно, не очень хорошо для игры. Два фармить только по причине сломной тенденции, фейсеров плюс монолита. Ну как бы... Т2 фармят, потому что на Т2 падают все куски эмблем. Если бы топовые эмблемы падали только на Т14 выше, то уже по дефолту нельзя было бы ходить на 5-эмблемовые армии, не ходя на Т14 выше. И было бы значительно более норм. Так что верим из-за джавлов? Да, из-за двух джавлов. Да. Итак. Вот, не успел. Вот, не успел. Как бы, нет разницы, из-за чего фармят Т2. Есть сам факт того, что фармят Т2, и... Как бы, что с этим нужно сделать? Нужно сделать, нужно урезать дропы на низких тирах карт и повысить дропы на высоких тирах карт. Чтобы было больше смысла ходить на высокие тиры. Не? Не? Нужно убрать Т2 из игры. Тоже хороший план. Где все шлемы? Мне нужен желтый шлем. Любой. Почему прекратилось фарм ледника? Потому что ледники кончились. О, это шлем. Любой. Так, ладно, перчатки своди, шлем, броня. Ээээ, не. Я на слишком хайлевельных картах для хаоса рецепта. Ох, я на. Так будет норм. Так будет норм. Шлем, перчатки, какой-нибудь трешевый пояс. Броня. Две пушки тут точно было. Господи. Так. Во. Хаоса немножко есть. Кончились как? Ну, пробежал штук семь, которые были, и они кончились. Удивительно. Удивительно. Раз хаоса есть, можно и трейдлигу переходить. Ммм, так, сколько у меня хаосов? Семнадцать. Ну, это можно целых четыре раза крафт сделать. Ну-ка. Бракованные у тебя ледники правильно не заканчиваются. Просто я не идиот, чтобы распроходить карты ради ледников. Ради абсолютно унылого фарма Т2. Ммм, сила, качество. Пятнадцать. Пятнадцать. Можно что-нибудь другое? Не, ну шестнадцать это что-нибудь другое, но не. И теперь у меня снова нет хаос. Не знаю, куда пойти, чтобы меня не убивали, и чтобы Экс пошла. Во, райскорсы. Райскорсы отличные. А физрефлект, наверное, меня тоже не катит. Или последний хаос. Это тоже физрефлект, так что это то, что это отложить. Так, вообще, а если здесь еще какой-то рефлект, можно я пропустил, что? Не. Остальное, наверное, не важно. Питер-3 крафтишь, да? Питер-3 крафт. Будет что-то пару-тридцать процентов квалифицировать у вейнера, да? Перед этим надо будет пару Экзов кинуть. Купи нормальное кольцо уже. М-м-м-м. М-м-м. Во, у меня эта хрень заспавнилась. Не, 10 минут же, а кнопкой только 10 минут. Печатать лень. М-м-м-м. Пэнтэк. Пятыш. всеми фокус закрафтил кроме того что за тем что он снова закрафтился а а что вообще сюда хотел прийти чтобы мне не дамажно начнем чтобы не убивали дамажите меня будут как билд вообще для хардкора рекомендуешь конечно вот это наверное неплохо но хотя не лучше его в эту транспортировку чтобы он крафтил качественно пушка хотя не знаю если коробки пушку на качество потом 30 а у этого чувака 28 и он как бы не нужен но там без характер ясно с кем они сражаются с валами конечно же с кем еще могут сражаться коровы рейдер свалы уже который раз за сегодня каждый насколько босс адекватно убивается в арканист и мне абсолютно нечем его заролить 1 обратно пути за роли может быть на обратном пути точно за роли потому что мне нужно выходить карты чтобы чтобы лут не знаю наверно так это блин я наркоманов не были шансы как научиться проходить до 12 15 карта синие бессмертей на 89 левая лица не гороши наверное стоит начать с того чтобы выкинуть они гороши взять нормальную пушку ну они и ладно все прошел это наверное меньше получил чем потратил на рип аноним спасибо за 10 рублей как ты мог но предложение трейда не такие и да я не пошел в синдикаторский подвал потому что в жопу синдикаторский подвал а можно не морозить не станет что там произошло и телепортировался в чувака перестал двигаться и умер не видимо мне нужно идти обратно на т5 и докачиваться там хороший был для хардкор ну я рекомендую его всем кто играет на хардкоре всегда только им играть и на коспоре копить этим же билдом просто кастом крит с рандомной рапирой или не рапирой можно кинжалом не скучно не на хардкоре скучно на хардкоре поэтому играю не на хардкоре а а а а а а а Продолжение следует... 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 почему они умирают они же не должны в темноте умирать как это работает паншотные пауки отсутствие места когда нибудь оттуда доеду но опять же это так себе прокачка потому что меня ваншотит некоторые враги что это вообще физические предметы но наверное физические предметы это хорошо чем-то стоял в домашнем облаке ты ведь не от ваншота умер не я умер от ваншота пока я стоял в облаке мне было абсолютно пофиг не абсолютно но у меня там не знаю до 80 процентов хп просела и потом меня ваншота ну и как бы где мне стоять если у меня там свет а а а а а а а Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, но на самом деле я не особенно хочу туда, потому что город это не особо удобно. Что у меня еще чуть выше и чуть адекватнее было. Можно туда проехать. Будет ли вскрытие стак-дэк? Вряд ли. У меня вроде парочка... У меня может быть парочка есть даже, а не вроде. Я не знаю. Это не что-то настолько интересное. О, флайры. Продолжение следует... Много шести сокетов. А, и туда уже не хватает сельфеты. Ну ладно. Преп шахта. И оставшиеся полчаса стрима я буду разбирать лут, потому что сюда уже ничего не влезает. Возможно. Только не здесь, а в хайдауте. Так, вообще не сюда. Сначала сюда. У меня даже почти все это есть. И мне явно все это не нужно. Зато мне дадут трешевый уник. Я не хочу трешевый уник. Так что я продам четыре и потом еще два. Потому что, не знаю, у химки важнее. Все это тоже должно быть. Хотя вот это вот нужно просто выкинуть, потому что оно продается не так. Все надо накопить пять биттер дремов. И продать их как пять уников на уник. Так что я зря его выкину. Так что я зря его выкину. Ок. Все, уники кончились. Уники кончились. Что осталось? До хрена, всего шести сокет. Есть как минимум. Можно, наверное, пару хаус-рецептов собрать. Крайне мере, всякие трешевые базы колец, амулетов, поясов и всего такого я буду туда перекидывать. Интеллект и дексы это вполне трешевые базы. Как и ман-реген. Как и всякий энергощит. Короче, пока что как-то так. Много. 1 можно так наверное так что дальше и трешевые перчатки есть трешевые спаде есть трешевый шлем есть брони нет чему я не подбираю трешевые броню прошивые перчатки трешевые перчатки трешевые спаде пара пушек короче так пока скидаю чтоб потом меньше проблем с этим это перчаток больше чем всего остального ладно но по сути все остальное не идет на хаос рецепты остальное идет просто продажу потому что она либо опознанные либо нормальные базы либо еще что-нибудь такое наверно когти можно еще оставить где-то был еще один вроде бы или не знаю адровский топор пофиг куча силы куча жизни крит мультина не мало да ничего особенно хорошего все резисты ну ничего кроме не все резисты элементарно там атаками надо жизни или что-нибудь подобного нет ну тут тоже хаос рецепт собрался ну ладно я не против у меня хаоса нужны сейчас но блин если бы тут были резисты не делать 10-17, то я бы оставил, потому что скорость атаки это хорошо. И 65 хп, это в принципе терпимо, но блин. Тут резисты 10-17. Всегда так. Ну, не всегда конкретно 10-17. Но всегда, если есть пара хороших модов, то все остальное полный трэш. Фонт-эффект встроенный. М-м-м. М-м. М-м. Продолжение следует... Так... Ну, куча всяких колец. Это может быть хорошо. Или может быть это трэш, потому что на них ничего не заролится. Ммм... Так, мне посты явно мне не нужны. Я вижу два хороших стата без дамаг скорости атаки. Но нет. Кольца с кучей резов, но без жизни. Амулеты с жизнью, но без чего-либо еще. Короче, все как обычно. Ммм... А вот этот пояс ничего так? Сила, жизнь, два реза. Варм. И броню краба я продам. Она мне явно не подходит. Вроде бы даже все кончилось. Желтое, синее, все такое. Это вот кольцо еще. Так, тут все занято, правильно? При префиксы, три суффикса, да. А-а-а... Хмм... ХП у меня будет меньше с этим поясом, но резисты лучше. Но мне не нужны резисты лучше. Прямо сейчас. Так что, может быть, на будущее. Такая огромная куча белых карт. Как открывать порталы на боссов-бестиаре? Нужно найти... Животных правильных. Которые открывают рецепт порталов на боссов-бестиаре. А после этого просто в бестиаре. Почему у меня красные карты так массово не падают, когда я красные бегаю? Как падают белые, когда я бегаю белые. Во, можно сдать карточки. Хороший пояс. Хороший кусок отзири. Хаос орб. А-а-а... Кусок виндриппера. У меня уже есть пара карт. Ну, хотя, блин, у меня уже есть виндриппер, так что... Какая разница? Сколько у меня карточек таких? У меня... Одна точно есть. Может быть, две. Ну-ок. Так, что тут еще? Бутылки в бутылке. Пророчество нафиг. Пуски отзири во фрагменты. Туда же пуски бричей, которые где-то тут должны быть. Туда же скоробеев. Короче. Во. Все три рядом. Пророчество тут тоже еще есть. Скоробей туда же. Это туда же или куда? Куда деваются эти хрени? Есть ли под них место какое-то особо? Сейчас узнаем. Нету. Рип. Да, сюда не койдется. Э, в пророчек. Эссенцы в эссенцы. Хотя ремни с собой таскать. Это, кстати, тоже у фрагмента надо было. Костилы. Под которые тоже нет особой вкладки. И камни. Так, это без качества. Это вообще, наверное, выкинуть. Кому нужно избайт. Гочи и улу. А можно другим чаром, кстати. Вообще без проблем. Ммм, стоп, это сюда не кладется. Почему? Эй, идиотизм. Ладно, тут лежит. Субтитры создавал DimaTorzok Вот, чуть-чуть расчистил вкладку. Есть четыре хаоса, можно закрафтить топор. Еще раз. Есть Меротесовская эмблема. Нет, только темповарская. Но я туда не хочу идти в любом случае пока что. Не этим чаром, не другим. Ну, напоследок можно реально чарула. Субтитры создавал DimaTorzok 15. Оно вообще... С какими шансами? По-моему, там 90% шанс, что оно 15. 5% шанс, что оно 16. 4% шанс, что оно 17. 1% шанс, что оно 18. Потому что выглядит примерно так. Может, лучше крафт меткость вместо силы. Как бы... Не, не лучше. Так, ну что, чаюла. Атака спида нет. Атака спида 26. Так что он не крафтится. Физика с МПЛ тоже не крафтится, потому что ее тоже 153. Блин, могли бы физику с МПЛ сделать гибридом, которая типа физика плюс меткость или что там. А не просто процентом физики. Так. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Сейчас оно... И еще просто физика, да. Сейчас оно все считается просто физикой. Играет музыка. 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 себя не на себя да что-то такое было на ревенанты а у не заблочил а можно вот без этой вот огромный толпы мобов откуда они вообще какого хрена я не заходил в эти руки или типа одна из них под порталом заспавнилась ладно ну у меня есть шести линк у меня есть обыграйдилка для этого шестиленка сочи нельзя модифицировать рип или все-таки как-то можно на что по 2 каждого цвета это как-то не очень изобильно ладно так а можно как-то чуть адекватнее и можно музыку которое не рандомно начинается заново в храме 6 белых ману работать на это не должно уже если их нельзя поменять ну и не 6 белых это коробки так что даже если работает это как не факт что хорошо а тут рарник которого я не добил циклон плюс импл плюс фортифай плюс бруталити плюс авиаконг пульс 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 синий тогда может быть только вместо противая что-то более полезно рейдж или мэйм или еще что нибудь красный но когда рей вообще на самом деле это бы скорее подошло другому чару кстати да инциклон эти очень много дамага живу фортифай меньше дамага чем у любого другого дамагового камня ну типа так два синих один на у я это понятно а второй действительно инфьюз ченнелинг или что все остальное здесь не помогает вроде бы конечно какие-нибудь криты или или фокус или еще что нибудь но у меня не крит билд или можно два конка эффект плюса инкристалл я или можно рарити а почему я не могу играть потому что шлем проблема в том что интеллект не резиновый разве инфьюз работает на склон сейчас вроде какой-то фикс в этом плане было вроде не должно было быть потому что как бы он суппортит любой ченнелинг который имеет тег урона у циклона есть так физики так что должен работать наносить на 30 больше она на 30 или она 20 плюс 10 отдельно получать на 8 меньше физики вполне неплохо но опять же на 17 левеле он требует 92 97 интеллекта у меня сейчас 66 так что мне нужно где-то 40 интеллекта достать больше и при этом не просесть по дексе который тоже там нужно 150 с лишним переноды на интеллект не ну как только прокачались до сотого уровня не можно конечно так и и уже лучше но это все еще не 97 это 96 до вас но в таком варианте мне не нужен брендер фрейн правильно так что я могу его выкинуть и могу взять что-то более но блин я в таком варианте у меня урон будет или хуже потому что на самом деле надо тогда вот так и фастер атакс потеряется в общем не знаю не уверен но по крайней мере вместо брендера можно взять что-то с чем фастер атак на циклоне но он дпс увеличивает в общем надо думать надо думать то есть эти собирать но это все когда-нибудь не сегодня он сегодня на этом все тогда я надеюсь вам понравился от стрим спасибо за просмотр с вами бываем пока а